Шекерасас и иной вариант – Агатовые горы, сланцевые горы в Хызинском и Сиазанском районах Азербайджана. Название гор впервые упоминается в книге «Экскурсии из Азербайджана в Грузию» британского писателя-путешественника Марка Эллиота. Свой цвет горы приобрели в результате воздействия грунтовых вод, которые изменили степень окисления соединений железа в земле. Горы содержат белемниты мелового периода. В Агатовых горах Хызы частью проходили съемки советского художественного фильма «Всадник без головы». Вдоль долины тянется гряда золотисто-красных гор под названием Сарафат. Слоистые горы создают иллюзию огромного Агата Сардоникса. Они невысокие, самая высокая точка, 958 метров над уровнем моря приходится на гору Сараку. В некоторых частях один склон горы используют как зимнее пастбище, другой – как летнее. Выходы различных слоев геологических пород на поверхность холмов образуют своеобразный по цвету ландшафт. Специалисты утверждают, что подобное геологическое явление можно наблюдать еще только в одном месте Земли – в долине смерти США. Однако не надо пугаться, у нас месту дано прямо противоположное название, зона отдыха здесь называется Джанет Багэ – райский сад. 90% территории заповедника занимают леса, а создан он для предотвращения эрозионных процессов на юго-восточных склонах Большого Кавказа и сохранения редких видов животных и растений. Из истории известно, что здесь, в Алты-Агач во времена правления Шерваншахов, была одна из караванных стоянок. А так как под словом «агач» подразумевается не только дерево, но и мера длины – 7 километров, которая когда-то была в ходу, то в переводе это название означает «шесть агачей», то есть 42 километра, что равняется расстоянию отсюда до города Шамахы. Некогда здесь проходила древняя караванная дорога, соединяющая Шамаху с Дербентом. Говорят, и по сей день любители пешего туризма совершают отсюда переходы в сторону Маразы и Шамахы. Для туристов здесь открыт небольшой зоопарк, в котором представлена фауна заповедника. В нем по-соседски сосуществуют бурые медведи, олени и горные козлы, лебеди, обезьяны и даже породистые собаки. Чистый воздух и тишина, изредка прерываемая гоготом гусей, дают удивительное отдохновение душе. По-разному интерпретируется название города. По одной версии топанем Хызы произошел от слова «Хазар». Из истории известно, что в течение нескольких веков Хазары властвовали на территориях Каспийского, Черного и Балтийского морей. Как пишет арабский историк 8 века Ибн Фадлан, мусульманскую часть тюркоязычного народа Хазар возглавлял один из представителей племени Хызы. Племя Хызы проживало в северной части Азербайджана во два веки до нашей эры. По другой версии тюркское слово «Хыз» быстро, стремительно, торопливо и дало название местности. Отдельно следует сказать о Махале Хызы Бармак. Согласно Страбону, путь в Индию проходил через Азербайджан, в том числе через Махал Хызы Бармак, который являлся частью Великого Шелкового пути. Топанем Хызы Бармак происходит от названия одноименных тюркоязычных племен. В некоторых источниках даже утверждается, что именно здесь жил герой древнего тюркского эпоса Деди Гаргут. Как писал побывавший в Хызы Бармаке германский путешественник Адам Алиарий, жители Дербента утверждали, что великий мудрец похоронен здесь на городском кладбище. Согласно преданиям, отец Гаргут прожил около 300 лет, намного больше, чем сам пророк. В эпосе «Деди Гаргут» также есть повествование о Махале Хызы Бармак, о Гусском плато, Джигатайской низменности, горе Байбеем. Именно это и дает основание говорить, что Деди Гаргут был родом из Хызы Бармакской области. Жители племени Бармак занимались земледелием и поклонялись огню. Элементы поклонения Солнцу сохранились у них до 7 века. Говорят, здесь побывал и 12-й, молниеносный, легион Римской империи. Интересная история окрестных сел. О каждом из них можно долго рассказывать. В самом селе Алты-Агач, по имени которого и назван заповедник, в свое время жили молокане, переселенные царским правительством России в Шамахинский уезд. Говорят, что большой колокол местной церкви и русские избушки сохранились в Алты-Агаче и по сей день. Проездом, по обочинам дороги Малаканские дома, можно было узнать сразу по ставням и другим приметам русских изб. Алты-Агач прославился также яблоневыми садами. Иссела в лес между гор ведет канатная дорога. Однако сейчас она была закрыта. Вот такая интересная история у Агатовых гор Хызы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok